День рождения города и района – это праздник каждого его жителя. И если вечерние концерты и ярмарки – это отдушина для взрослых, то субботнее утро на Театральной площади было настоящим детским царством. Все для веселого выходного было собрано в одном месте. Готовы, команда! Четыре, три, два, правый матч, и... На огромной сцене, которую видно издалека, утреннюю зарядку в честь детского дня провели лучшие спортсмены Славянска на Кубани. И десятки ребят в такт им повторяли движения под ритмичную музыку. А вокруг сцены и по улице Красной параллельно с этим кипела жизнь. Спортивные школы района и учреждения дополнительного образования представляли свои визитные карточки в виде показательных выступлений и мастер-классов. Первым объектом стал полюбившийся всем скалодром, установленный Славянским сельхозтехникумом. Им пользуются при обучении профессии пожарных. Но интерес у детей вызывал не только он. Здесь можно было научиться делать искусственное дыхание, примерить настоящую форму огнеборца, чем ребята и пользовались. А еще попробовать себя можно было в роли кассира или селекционера, который прививает растения. Такая визитка – лучшая реклама учебного заведения. На перебой дети отвечали на вопросы викторины, проводимой детской поликлиникой, и получали за это полезные вкусности. Глядя на показательные выступления спортивных школ города и района, становится понятно, почему именно Славянский район традиционно занимает лидирующие позиции по развитию физической культуры и спорта на Кубани. Очень нравится, понравилось конкурс выступления детей. Очень понравилось. Айкидо, тэквондо – все виды понравились очень. Очень весело. Круто, круто. Ну, все нравится. Нам очень понравилось мероприятие. Мы выступили. Мы первый раз выступаем в Славянске. Ну, естественно, для рекламы очень полезные мероприятия. Самых маленьких посетителей праздника развлекать помогали веселые герои мультиков. Такую анимационную площадку представили студенты Славянского филиала КубГУ. Очень нравится. Пока мы тут на детском празднике, очень нравится организация. Можно сказать спасибо организаторам? Можно, спасибо организаторам. Огромное спасибо организаторам. Те, кому водить хороводы уже не по возрасту, пробовали себя в роли барабанщика. Но было место на детском празднике и не детским соревнованиям. Настоящий турнир по армрестлингу с призами и победителями был организован около городского дома культуры. Благодаря Дню города и по инициативе Романа Ивановича Сенеговского была поддержана инициатива по поручению Сеня Сергеевича, президента региональной федерации армрестлинга Кубань. Мы были командированы сюда, из Крымска, для проведения вот этих замечательных праздничных соревнований. Проводятся соревнования по 13 весовых категориях, в том числе и 4 весовых категории по женщинам. Множество славянцев откликнулись на приглашение посетить этот красочный и яркий праздник вместе с детьми. На станции робототехника можно было самому попробовать рисовать 3D ручками или собрать действующую модель робота. На технической ознакомиться с миниатюрными версиями различной техники. В живом уголке увидеть и погладить шиншиллу, черепаху и игуану. На спортивных попробовать себя в различных видах, от лёгкой атлетики до греко-римской борьбы. Каждый нашёл себе занятие по душе. Всё это происходило под аккомпанемент концерта творческих коллективов района. Большой концерт под названием «Звёзды выбрали нас» в этот день состоялся и в самом Доме культуры. Творчество на этом фестивале дети посвящали своей малой родине, своим хуторам и станицам, любимому Славянску на Кубани.